Привет! Сегодня мы будем говорить о том, как выбрать вязальную машину, как её приобрести, сколько это вообще должно стоить, на чём остановить свой выбор, кому она нужна, кому она не нужна. И вот со всем этим будем разбираться. Зачем, почему, что в результате можно получить. Я сегодня жду в гости загороднюю Марину. Марина у нас руководит студией машинного вязания в городе Владивостоке, а студия называется «Розовый слон». Добрый день! У меня всё получилось. Попал мне соединиться. Отлично. Так, это Марина, значит, город Владивосток, студия «Розовый слон», преподаватель дополнительного образования. Ух, как это мощно звучит. Если вдруг кто-то забыл, я, Ирина Гелёва, свой основатель сервиса совместных закупок «Стокву». Так, Марин, расскажи, пожалуйста, про себя для начала. Когда ты начала вязать? Как я докатила до такой жизни, да? Я поняла. Да, вот так я докатила до такой жизни. Хорошо. Ну, вязать-то на спицах я начала давно, у меня просто обалденно вяжет мама, и поэтому уже в классе втором, ну, у меня дома игрушки это спицы были, мотки кубков, поэтому начала вязать тогда. А на спицах, точнее, не на спицах, на машине начала лет 10 назад, когда зашла, у нас в Владивостоке появилась студия, где можно было посмотреть, как работают машины, я не знаю, что меня туда занесло, ехала мимо, думаю, блин, надо посмотреть на это пианино вообще, как оно выглядит. Зашла туда, застала как раз окончание занятия, преподаватель был в классе, и говорю, ну, покажите. Говорю, как? А вязать я очень люблю, действительно. Ну, вот это вот, руками, спицами, и все. А когда? Ну, так думаю, ну, пять минут, наверное, сейчас покажу. Говорю, сейчас покажу. И, короче, стоит, значит, мне, заправила некую машину, и, значит, стоит мне навязывать, и что-то мне рассказывает. Девочки, я не знаю, что она мне рассказывала, я просто смотрела на выпадающий шарфик из-под машины, который я, например, второй месяц не могла связать, а он просто выпадал в процессе разговора со мной, и через пять минут сказала, заверните, пожалуйста. Потому что, все, девочки, я с тех пор, после 10 лет, я вот так вот с ней вот с одной, с второй, с третьей. Вот. Это случилось вот так. И понеслось, на самом деле. Дальше началось, что я вообще по профессии врач, и я никаким боком рядом не стояла никогда совсем. Да, врач-невролог, монон-терапевт, поэтому, когда у вас отваливаются спины, сидя около машины, я знаю, как вам помочь. Так что, если что. Планкадный, да? Да. И потом понеслось, я выкропу строить не умею, я пошла на курсы, полгода отучилась, поняла, что на курсах, имею в виду по конструированию одежды, по шитью, понравилось шить, открыла каворкинг. Здесь, в Владивостоке, потом, правда, через три года продала как бизнес, потому что поняла, что не шить, не вязать. Вот. И у нас, да, ну, я уже там каворкинг начала именно обучать. У меня были ученики только вживую, я никогда в интернете не была, в интернет меня загнал, на самом деле, ковид. Когда мне стали ученики говорить, что мы боимся пообъехать, у вас там патрулисты, и от вокруг вы не могли бы нам видеоуроки скинуть. Я такая, ну, да, без проблем, записала, скинула. Думаю, ну, одно скинула, думаю, почему там подашь. Получается, оказывается, да, может. Вот, так что вот вся история ковида, это ковида моего нахождения здесь, в Инстаграме. Потом поняла, что нужно педагога получить образование, потому что это все стало серьезнее и интереснее. Закончила, получила образование, тоже плотное образование, да, онлайн, но настоящее, с дипломом, с государственным образцом, на педагога дополнительно профессионального образования. Ну, это последняя корочка, что дальше будет, я не знаю. Слушай, вот этот момент, когда ты рассказываешь, что ты зашла в студию и увидела, и поняла, что да, это прям вообще хочу, это самое, мне кажется, вообще больное в процессе покупки машины, в процессе выбора машины. Потому что, когда я в свое время выбирала машину, я пыталась найти, куда я могу прийти, попробовать вообще. Ну, как бы нет, нет, как бы на работе-то у меня была возможность на работе. У нас даже прям весь менеджерский состав, всех, кто работал на промышленном оборудовании, директор прям заставлял идти в лабораторию, у всех были часы, которые все должны были отходить, в лабораторию, на бытовой машине повязать, как это все происходит. Вообще супер, это была гениальнейшая его идея. Вот, но в плане такого, чтобы пойти выбрать, зачем вот эта машина отличается от вот этой, а что мне надо-то в итоге, а нужна ли мне компьютерная машина, для меня вот это все было такой загадкой, при том, что я внутри индустрии находилась, и для меня это все равно оставалось загадкой. Это очень большая сложность продавцов машин, что негде попробовать. Мало, мало, мало вот таких вариантов. Я не знала, что их бывает много, я думала, она вот одна, которая там стоит, поэтому я ее забрала, это уже потом стало понимать, да? Слушай, ну да, иногда отсутствие вопросов решает некоторые проблемы. Это тоже, наверное, хорошо. Смотри, у нас очень много вопросов под постом, анонсом, и самый такой вопрос вообще, с чего начать, машина-то она для чего? Как человек понять, что ему машина вообще-то нужна, да? Вот машина, она вообще-то для чего, вот твое мнение? Ну, нужна она мне или не нужна, мы историю, вы знаете, да, пришел, увидел, хочу и пошел туда. Мы об этом другим можем понять, как она, нужна или нет. Я поняла. Если серьезно к этому делу подходить, зачем нужна машина тем людям, которые чудесно вяжут руками? Ну, во-первых, это скорость. Это реально свитер полноценный, высокого качества, за неделю не слишком напрягаются. Ну, когда, конечно, уже есть навык, признаюсь честно. То есть я не хочу сейчас создавать ложную иллюзию, что пришел, нажал на кнопку свитер с оленями, и вот у тебя на коленке эти свитер с оленями и упал. Нет, конечно, не так. Но в дальнейшем это именно такие сроки. Это качество платочной вязки. То есть, например, существуют вещи, которые я не буду вязать на машине. Вот никогда хоть убейте. Это какие-нибудь сложные ораны. Это когда вот нужно сидеть и каждую петельку смотреть. Во-первых, это свойство машины. Другое немножечко, то есть она на это не заточена. Ну, а все остальное, то есть в машине есть ограничения, а все остальное, это, конечно, только плюсы. Скорость раз, качество вязания два, сборка изделий происходит на этой же машине. То есть все китлевочные швы, вся красота горловины, это все происходит на машине. Машина умеет очень много. Конечно, без ваших ручек они ничего делать не будут, несмотря на то, что они даже там компьютерные. Поэтому если вам нужна скорость, качество, причем качество, знаете, промышленное качество. Ну да. Да, это она, да. Это машина. Да, весь мир, промышленное сейчас уходит, старается сделать вид, что это все связано вручную, и пытается уйти все время от промышленного качества. А мы все время пытаемся его нагнать. Я говорю сейчас не о промышленном качестве, когда берешь руки, блин, 25-й свитер, я его увидела только что в магазине. Нет, я говорю промышленное в хорошем качестве слова. Знаешь, есть слово хендмейт, такое, фу, это же хендмейт, затяжка, тут петля неровная, тут это, ну вот понимаешь, что, ну, бабушкина работа в плохом смысле слова. А есть хендмейт, дорого, не каждый может себе позволить. Так вот промышленное, это тоже, я говорю об аккуратности, все, вот, то есть телек, все, короче, мечта перфекциониста. Угу, смотри, люди спрашивают, а если я вяжу в принципе, я не собираюсь делать на этом бизнесе, я не собираюсь брать заказы, я вяжу только для семьи, нужна ли мне машина? И начинаю. Только для себя, только для семьи. Так все начинаю. Потом, когда понимают, какие возможности, понеслась душа в рай. Ну, не каждый, конечно. Для семьи это тоже здорово, потому что для семьи связать мужу свитер за неделю, это прям. Дети, так они вообще быстро растут. Им постоянно вот так вот. Да, когда у тебя в пак. Дети говорят, что пока я вяжу спицами, они у меня успевают вырасти. Сносить, порвать, чтобы было до этого. Да. Поэтому, когда появляются запросы, все больше и больше запросов. Хочу еще вот эту, вот эту, вот эту. А еще же есть пряжа сейчас в доступе. Раньше пряжи не было такой клевой, как сейчас продается. Да. А сейчас есть вот эта пряжа. То есть изделия из кашемира купить, ну, не знаю, как у вас в Владивостоке, например, банальный, базовый. Светорок однотонный. 12 с 30 вот этой вот фирмы, не помню. Кашемировый. Ладно. В общем, кашемировый. 12 тысяч. Если я покупаю... Ну, это очень удобно, я хочу сказать. Если он действительно кашемиров. Ну, вот, да. На самом деле, почему я запнулась? Потому что у меня странное ощущение, кашемир не скрипит. Поскольку я знаю. Вот. Ну, тут, короче, вопросы. А тут ты точно знаешь, что вот она пряжа, ты ее связал. Поэтому здесь возможность не только скорость и все остальное, а то, что ты имеешь возможность связать дорогую вещь с дорогой пряжей, идеально на тебе сидящую, сам. Да. Вот это та история, которая и для семьи, и для детей будет важна. Ну, а дальше в продажу, не продажу, и у всех истории разные, но многие туда потом смотрят. А приходят все. Ой, нет, 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 я всегда спрашиваю, зачем пришли, то есть в каком контексте, как? Я только для себя. Кто-то приходит, мы не только шарфики, мы не только шарфики. Заканчиваем. Так что история разная. И понеслось. Смотри, ты часто... Твои ученики, у тебя много учеников, я посмотрела в аккаунте. Такие классные вообще совершенно работы. Видно, как ты этими работами гордишься. Они покупают в итоге машины? Они сначала покупают машину, а потом идут учиться. А потом уже куплю? Я не беру. Смысла нет, потому что мое обучение, уже первый урок включает в себе практические занятия. Визуальная машина – это не теоретические знания, это то, что должно прийти в руки. И смысл учить, а как сделать, когда она у вас появится, это бесполезно. Знаний очень много. Машина вязания – это считает новая профессия у людей в руках. И ее нужно сразу, чтобы она приходила вот сюда. Иначе все забывается напрочь. Как английский язык? Не пользуешься? Через неделю «майнейм из Марина Макс». Это точно. Потом. По твоим наблюдениям, почему люди покупают машину? По каким причинам они решают, что все-таки машину надо купить? Ты знаешь, мне тяжело сказать. Я так не задавалась вопросом, не спрашивала у людей. Но я вижу по поведению у меня в аккаунте. Вот она смотрит, 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 смотрит. То есть уже мысли какие-то есть. Где-то услышала, где-то случайно нырала. И потихонечку дорастает. Это же покупка не как купить спицы. Купил спицы, свяжу внизу хорошо. Свяжу, даже кубические не страшно. Это же дорого. Достаточно. Поэтому при покупке людей иногда, как я, иногда, хотя если у меня на тот момент свободных денег, я не знаю, что делать. А иногда, что чаще, приходят. Кто-то прям сильно правильно берет вот это кредит. И я знаю людей по-разному. Ну, не собирала статистику. Чаще всего потихонечку, потихонечку поднимая, что, блин, это следующее ступенье. Так, смотрите, какой момент вот зрителям, девочки, может быть, мальчики. Я не вижу комментариев вообще. Я вот вижу один, но наполовину. Потому что он, видимо, на моей стороне. Спрашивают про стул. Коленный стул помогает ли разгрузить спину во время вязания? Как считаете? Класс. Могу ответить, да, Ир? Да, конечно. Мне тоже интересно. Я все на него смотрю и думаю, а оно мне надо или нет? Коленный стул, я так понимаю, когда сидишь ровненько, там нету спинки, и коленки у тебя согнуты, и ты еще как бы на коленке, да? Я считаю, что для машинного вязания вещь абсолютно бесполезная, потому что для машинного вязания должен быть стул офисный. Тот, который регулируется по высоте, и самое главное, который крутится и ездит на колесиках. Машина длинная, метр двадцать. Мы зачастую много работаем руками над одним местом. Соответственно, мы должны взгляд быть направлены на это место. А это место у нас все время разная наибольница. Поэтому я около машины езжу вот так все время. Стул так не ездит. Поэтому, если вы хотите разгрузить спину, либо я когда вяжу, например, большие полотна, там, 500 рядов, 600 рядов, я прям, у меня правило, 20 рядов этой рукой пилю, 20 рядов вот этой рукой пилю. Пойду на полу, полежу, вернусь. И так далее. То есть не ищите спасения в стуле, ищите спасения в смене положения вашей головы, отстите на шею. И в движениях хоть каких-нибудь, а и так с утра загнулся, вечером хотел бы разогнуться, но уже не можешь. А уже не можешь. Дополнительное образование получали? Если вы имеете по машинному вязанию, то я бы с удовольствием получила, официально, но его, к сожалению, нет. В Владивостоке, в Казахстане нет машинного вязания вообще. Все закрыто. По России я искала, девочки, серьезно я искала, я нашла только в одном городе, где-то начальные этапы, там много, убавки, прибавки. Я гораздо больше получаю, я постоянно учусь. Причем, чем больше я учусь, тем больше у меня сомнение, что я же покупаю. Я все время, где-то мастер-классы какие-то, еще что-то, вот это вот все время, то есть мы меняемся, постоянно покупаю то, что мне интересно. Вот это я учу все время. То есть вот то, что можно взять, акушка прям с корочкой. Блин, если бы они были, пошла бы, честное слово. Нету. Вот, смотри, а что меня интересует и, наверное, интересует наших зрителей, когда я почему спрашиваю о причинах, почему и у вас, зрители, спрашивая о причинах, меня интересует, часто ли совпадает результат, который мы получаем, часто ли результат закрывает ту причину, почему мы покупали машину и почему мы думали, что мы ее покупали. Потому что у меня есть подозрение, что это не всегда совпадает. вот такие глубокие не проводила но знаю что не все машины остаются это действительно так потому что я знаю что обращаются ко мне с просьбой там продать машину этим не занимаюсь честно говоря ну там если я знаю вокруг меня там что кто-то хочет поменять машину или еще что-то я конечно посоветую продажи не занимаюсь да не многие с этим остаются но вы знаете это скорее не о том что машина сложная или еще что ну просто кто-то любит сосиску кто-то кубнику все кто а еще знаете как невролог могу сказать что у кого-то мелкая моторика развита лучше а у кого-то хуже и так как это хобби достаточно дорогое сюда приходят люди все-таки имеющие возможность этим заниматься а уже люди в возрасте то есть я прям смотрю на свою аудиторию это где-то вот 35 45 и так далее принтенсионного очень много причем приходят запросам хочу сменить труд и хочу на пенсии зарабатывать вот я отдала родине те годы хочу заниматься очень много вот я прям даже идея под эту тему есть и это люди которые уже ну скажем так они же ну как сказать так чтобы было помягче кто-то умеет учиться кто-то не любит ну да и тогда машины продаются это точно да это есть слушай я сталкивалась с тем что человек говорит я вот я купила машину и я не кайфую машина это работа а я не кайфую а я хочу кайфовать я хочу в крестнице сесть вечером и спицами постучать ее право абсолютно да ну просто мы все разные немножко к себе прислушаться вот вот это вот послушать оно вам надо у меня полотно выпадает просто вот оно готовое но идеальное девочки просто и от этого кайфу я и от списка это тоже мне кажется тебе надо промышленную машину посмотреть машине я видела я видела у меня есть ученицы которые после моих курсов вот пошли просто одной собственной бренд одежды а вторая в логивостоке планирует сейчас тоже бренд одежды ну в общем все серьезно на самом деле а я видела эти машины но там нет души понимаете если я не помучилась ну помучилась это крупно сказано если я руку не приложила она не греет так как греет когда вот ты знаешь что не скажи слушай там написать программу там тоже надо приложить и рук и мозгов и я не знаю но для меня это вообще там еще огромное количество машин стоимость конечно там совершенно миллион и 3-5 миллионов многие да вот волнуются кстати вот потому что ты говоришь кто-то любит учиться кто-то не хочет в принципе учиться получится ли там получится ли у меня и освоить что что мне делать на самом деле ваша задача просто сделать то что я вам скажу а моя задача вам показать вам не показать как я умею делать я так чтобы вы стали вязать и поэтому я пошла обучить учиться на дагога то есть как подать информацию потому что на самом деле формата вокруг много много бесплатной информации на ютубе и очень многие девчонки приходят сюда все-таки доходят у них один такой посыл я купила машину везде написано что это просто мы же все сейчас приют не похудеться три дня до неделю да и все остальное там найди себе мужа там еще за чего-то к этому привыкли но на этим нельзя спекулировать машина это не про это хотя вы можете научить меня есть клиент моя подружка увидела машину бухгалтерия сказала иди лесом если она бухгалтерии сказал все ну она любитель очень очень хорошие руки и она научилась только один бактус она сейчас их продает она да она потихонечку там учится плечевыми там тра-та-та но она уже на бак у него запрос монетизация она пошла на бак этого хватило поэтому скажем так это моя задача дать так чтобы вы поняли а от вас нужно только желание и все а да что говорил девчонки идут в youtube очень много информации но она разрозненная как делать чего начать вот я взяла у меня есть картинка я хочу чего начать как делать горловину я вас умоляю начать надо блин вообще какую пряжу берем если у вас машина вообще такую машину берем понимаете то есть я даю стержень чтобы человек просто пошел из картинку дернул в пинтересте и пошел так что я научу вы мне только дайте пожалуйста время ваше немножко я дам что за домашние задания и желание я уж постараюсь донести простыми словами возьмите пупочку поставьте в пипочку и будет счастлива это очень хороший вопрос и очень правильный вопрос это боль многих которые и и моя в том числе иногда беру мастер-классе понимаешь тулья дура тулья дура ну и понимаю по разному да бывает по-разному я согласна наверное важно найти своего учителя кстати вот у тебя есть какой-то пробный урок как ты можно с тобой вот кроме как вот люди посмотрят эфир скажет ой интересно как-то понять вот марина мне как педагог подходит или нет что-то есть какое-то знакомство да расскажу объясню но на самом деле оно так и есть в общем то то есть я его официально не подношу как пробный урок попробуйте со мной пробный урок обычными люди звонят я посмотрела но и что-то вот не знаю вот а вы чё мне это и мы начинаем на то же самый пробный урок у меня в аккаунте есть уроки записаны я имею ввиду уроки уже непосредственно работа на машине где могут люди посмотреть как я подаю материал то есть наличие воды там понятности тра-та-та-та вот это все то есть восприятие информации я ему еще подхожу или не подхожу потому что я же ну не пряник я не могу нравиться всем ну даже не в прянике а мне кажется просто вот есть например есть люди есть классные специалисты под которых я например просто да там читаю наблюдаю я не понимаю иногда о чём они говорят ну не понимаю я там о каких-то высоких матерях я не понимаю ну то есть я понимаю что даже если я туда денег занесу я всё равно не пойму ну просто контакт он либо есть либо нет да вот если наверно такой маркер если вам понятно о чём человек говорит всё понятно то значит всё получится учиться поэтому просто приходите давайте поговорим то есть это ни чему не обязывает совершенно спокойно рассказывают как правило происходит режиме телефонного звонка мы обсуждаем и все остальное и в дальнейшем ну как сказать смотрите у меня есть несколько вариантов подачи информации есть очные уроки со мной то есть один на один конкретно групповых нет сразу говорю потому что не тяну ну не смогу просто дать всё что даю одному человеку на группу сразу есть мастер-классы есть совместники можете попробовать что-то одно где-то очень кстати клёво совместники немного денег отдаются информации девочки выше крыши и сразу изделие получается еще и все обмениваются да да то есть у меня такие в группах где вы не представляете я сам за ними сижу записываю что они говорят там тын 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 действительно потому что во первых у меня нет всех тех машин которых есть у людей поэтому на некоторые вопросы просто технически не могу ответить и обычно там девчонки отвечают поэтому это очень выгодно очень выгодно единственное что когда у вас уже есть навык вязание потому что как правило в совместниках не с нуля любят то есть обучать набору на машине вас не будет а вот как для развития это прям песня самое оно но вопрос я надеюсь закрыла то есть пробный урок вот сейчас я сижу прям тебе как-то надо его по-другому просто мне кажется назвать и что-то про него написать потому что на самом деле реальность такова что не все люди позвонят и выскажут свои выскажут свои сомнения да а вот что-то такое написать что это даже не пробный урок а пробный урок что в нем дать сразу за машинку человека посадить а вдруг у него машины нет а что если посадить то что ну короче говоря девочки эта идея я буду на ней думать не сейчас чтобы как можно больше ваших сегодня ответить будет все да есть вот у нас тоже тут вопрос такой вопрос у меня как раз хочу купить машину для средней и тонкой пряжи на что обратить внимание только на класс машины а наконец я даже власть этих вопросов давайте уже к машинам в конце концов значит там записываем да действительно вы абсолютно правы это самое главное это класс машины и для вас это будет пятый класс машины она берет как очень тонкую пряжу так и очень толстую пряжу толстая толщина пряжи верхняя край примерно 350 граммов 350 метров 100 грамм это вот то что машина может взять примерно то есть 300 400 вот так зависит от качества пряжи если она там скользкая гладкая может взять и толще какая насколько тонкая здесь так сложно не скажешь машина свяжет все что угодно только понравится ли вам поэтому зависит от ваших потребностей но это универсальный класс третий класс она очень толстая она прям вот толстая а седьмой класс девочки не надо поберегите ваши глаза для начала не надо вам седьмой класс это прям трикотаж трикотаж даже я раньше мечтала сейчас уже что-то сомневаюсь зрение садится и так без этого поэтому первое это класс второе что вам нужно решить это марка машины на рынке у нас подожди можно сейчас оставлю давай чуть-чуть назад вернемся потому что какой вопрос покryly lots а что такое класс машины то что это это величина это величина иглы crutch а вот ответственно от этой величины иглы это пряжи которую машина может переварить которую машина может связать и расстояния еще между иглами и расстояний между иглами да 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 но основному конечно сам крючок у иголки чем он больше тем ниже класс машин Ну, на самом деле, на рынке для нас с вами четыре машины, в принципе. Самая ходовая – это пятый класс, седьмой класс – это тоненькая-тоненькая, третий класс – это толстая-толстая, четвертый класс – это чуть посередине. Оптимальный вариант – это пятый класс. Ну, в общем-то и целом, класс машины – это количество иголок, которые помещаются в одном дюйме, в двух с половиной сантиметрах. Вот примерно, два с половиной сантиметра. Если у нас там пять иголок помещается, это пятый класс. Если у нас там, получается, помещается двенадцать иголок, это двенадцатый класс. Ну, то есть это вообще классика, классика. Надо посмотреть. Я в таком разрезе к этому вопросу не подходила. Для меня это всегда была толщина пряжи, которую можно связать. Ну, это, соответственно, идет к тому, что у каждого… Ну, смотри, просто в промышленности это именно вот это определение. Но, например, может быть, допустим, машина двенадцатого класса, где двенадцать иголок в дюйме, она может быть заиграна иглами десятого класса, чтобы дать больше возможностей. Да, там. Понятно. Ну, то есть или четырнадцатый класс двенадцатым заигряют, или семерку заигряют иглами пятого класса. Расстояние между петлями не меняется, но можно взять чуть более толстую пряжу, соответственно, чуть более плотно связать полотно. Вот. Это, наверное, больше с промышленным машином, потому что здесь такой фокус не удастся. Здесь можно убрать… Нет, здесь я не про фокус, я про расстояние, собственно говоря. Вы берете линейку, два с половиной сантиметра, столько треков, все это такое классно. Тут как бы работает все железно. Да, и, соответственно, размер крючка, и какая туда нитка ложится. Вот. Если прям совсем вот прям взять классику-классику, то есть идеально вяжется пряжа, которая… Номер пряжи соответствует номеру машины. То есть четыреста метров идеально вяжется на четвертом классе, пятьсот метров, сто граммов идеально вяжется на пятом классе. Ну, естественно, есть всегда плюс-минус, и он очень большой. Я вижу на пятом классе тысячу метров мохер, ну, совершенно спокойно, и как… Вообще не догадывается. Вот прям. У пятого класса очень большой диапазон нитки, которые она будет идеально вязать. А, да, поэтому ее универсальность, ее огромный плюс. Слушай, лкашки четвертого класса, они тоже, они едят вообще все подряд, по-моему. Это трапперы, да, говорят. Да, просто вообще что-нибудь да, что-нибудь все свяжешь. Нам все согласны. Вот. Так, тут еще какие-то были вопросы. Смотрите, интересный вопрос. У меня двухфантурная машина, но я пока поставила одну, и учусь на ней, одну фантуру. Как вы посоветуете, поставить сразу две фантуры, учиться на них, или оттачивать навыки на одной фантуре? Очень правильный вопрос. Прям вот спасибо вам большое. Поставить две, а учиться на одной. Две, потому что, когда вы ставите вторую, первая приподнимается, привыкаете сразу к углу работы, как игольница стоит, а вяжите на одной, потому что пока вы не поймете, как вяжется полотно, а при двухфантурном вязании вы полотна не видите, вы его только можете предполагать, что там потом в конце выпадет, то есть вы не можете оценить и подугадать это. Поэтому пока вы не научитесь на одной вязать, для того чтобы просто увидеть, что там машина с ней делает, вяжите на одной. Потом присоединяете вторую, но сначала на одной фантуре. Раньше я делала такую ошибку, убрала девчонок и сразу учила на двухфантурах. Поняла, что это не работает, потому что было много. Ой, это не для меня. Я поняла, что я где-то, где-то нарячь. Хочешь так думать. Я поняла, что нельзя давать двухфантурную сразу. Но если она у вас есть, ставьте ее сразу. Ну да, это действительно другой угол совсем. Другой угол зрения. Ты просто отрабатываешь, кривикаешь, да, высоту свою, как движение рук, вот это все. Слушай, еще я, когда я покупала машину, у меня было мучительно все-таки компьютерную или не компьютерную. Взяла не компьютерную, приходит механик, мне ее ставит. Что же вы не взяли-то компьютерную? Я говорю, я не могу, действительно. На самом деле вопрос денег. Когда человек приходит и не понимает, что это такое, сыграет у него, пойдет, не пойдет, ему, конечно, лучше за сто с лишним тысяч компьютер, он-то не замахивается. Научиться на перфокарте, тем более, что перфокарточную, чтобы сломать, например, бразер, нужно минимум 5-й этажа скинуть, понимаете? То есть она крепче в этом плане, ее не страшно. Очень многие люди приходят со страхом, я боюсь машин, я поэтому в Ак-Анче написано, бечу страх перед дизайной машины, прям дород реагирует как надо. Вот, поэтому перфокарточная. А возможностей в машине, конечно, компьютерная больше, чем, но переплетения у машины все основные, есть и в перфокарточной машине. Есть нюансы, то есть я сейчас не буду вдаваться в подробности, потому что сейчас я буду разговаривать не с вами, конечно, есть отличия, но начинать с перфокарточной, особенно если вы не уверены, там где-то что-то. Если есть у вас, для того, что машины вообще-то будут трех видов, перфокарточной, электронной и компьютерной. Вот если это касается бразера, компьютерная только одна, последняя модель 970-я. До этого идут ряд электронных машин, они немножко другие, и до этого идут перфокарточную. То есть вариант ЛК не вы и так далее не берут, хорошо? Поэтому я всегда советую, что взять, что взять? Я говорю, возьмите пока что перфокарточную. Вы лучше потратите деньги на две фантуры перфокарточную, чем на одну фантуру компьютерную. И вы потом будете, да, что делать, я ее боюсь, вдруг она у меня сейчас взорвется, или я что-нибудь сломаю. Да. Слушай, это как раз следующий наш вопрос, главный вытекающий, что брать вообще к машине, а на чем, а чего не брать, на чем можно сэкономить? То же самое, то же самое. Там тебе предлагают рожжутную каретку, интерферсионная каретка, сменник цвета, кетель, там, что-нибудь еще такое. Что брать, что не брать. Правильно, на самом деле, потому что не спицы покупаем. Если есть деньги, берем две фантуры, потому что вторая фантура понадобится быстрее, чем все остальное, чем все дополнительные гаджеты, которые там есть. Лучше купи, говорю, вторую фантуру. Все остальное, скажем так, всему остальному есть замена в вашей машине. Просто если, например, там, линкерная каретка, которая закрывает линкерная каретка, я могу закрыть вручную, а могу закрыть кареткой. Но есть у меня линкерная каретка, он лежит на полушке, я вообще не достаю. То есть, есть такие вещи, которые можно заменить. Сменщик цвета, вы можете поменять цвет вручную в каретке, а можно сделать со сменщиком цветом, это будет удобно. То есть, гаджеты, вещь полезная, но не срочная. Вот что срочно надо, отфигуру. Ну, то есть, когда вы уже вяжете и поняли, что вы ее хотите вязать жаккарды, тогда да, сменщик цвета больше. Двухфантурный жаккард, это сменщик цвета. Там вы забадаете сменять вручную в каждой дворе. Сменщик цвета, да, это, пожалуй, идет, вот я бы сказала, что это идет следующее за второй фантурой. Такие, как трансферная, линкерная, нет. Потом, что еще? Что прям надо? Сменщик. Слушай, а что делать трансферная каретка? Я бы даже никогда с такой не сталкивалась. Она переносит переднюю игольницу на основную игольницу. Когда ты, например, резинку отвязала и переходишь на работу на одной фантуре, она тебе так, где-то, трынь, проводишь, она идет, все перемисло. Класс. А она может в хаотичном каком-то порядке переносить, заданном? Нет. А, но только в одну сторону, да? Да. Понятно. Поэтому ее тоже не достаем проще руками, ну, когда надо. Так что кетель, это вообще, ребят, ну, наверное, пожалуй, в последнюю очередь, когда все есть. Потому что очень много... А еще что-нибудь хочется купить, да? Да, хочется купить что-то такое-такое. У меня по кетелю тоже есть свое мнение, потому что я три продала разные, купила четвертый, наконец успокоилась. Только на четвертом. Вот. Почему он не очень нужен? Потому что сборка, кетель это та штуковина, которая собирает изделия. Так, собираем изделия мы. Есть много вариантов помимо кетеля. Во-первых, можешь собрать на самой машине. Во-вторых, можешь собрать иголкой либо крючком. И очень многие имея кетель пользуются этим способом. А у кетеля есть кое-какие ограничения при сборке петля в петлю. Ну, то есть, когда вы петли прям навешиваете. Так что тоже нюансы есть. Бежать за ним срочно прямо сейчас не надо. Хороший стол, хороший стул и вторая фонтура. И будет вам счастье. Хотя, я первые полтора года вязала на одной фонтуре. Денег не было. И резинки вязала вручную. Вторая фонтура это приспособление дополнительное. То есть, она сама по себе не вяжет, как основная фонтура. Это дополнительный гаджет. Он навешивается на основную фонтуру и вяжет резинки и все переплетения на их основе. То есть, там косы, это тоже делает она. Всякие варианты резины, там жемчужки, там патента. Короче, вот эти все вещи. Вот. То есть, это такая штука. Поэтому, когда у меня не было, я резинки вязала вручную на спицах. Получалось ужасно некрасиво, но вариантов, где их не было, денег не было. Потом-то связала на спицах, навесила на иголки основной фонтуру и дальше уже погнала вязать вот так. Но сейчас прям понимаю, что, я говорю, это первое, что надо будет в вторую фонтуру. Ажурная каретка, как к ней относишься? Ой, чудесно к ней отношусь. А, стоп, это не тот ажурный. Ажурная каретка у бразера продается в составе сразу машины, поэтому, как бы вы с ними относились, она у вас будет. Ажурная каретка у Сильвера продается отдельно, причем за большие деньги, порядка 300 тысяч стоит отдельно каретка. Это особый вид вязания. Бразер считается королем ажуров. Да, мы буквально недавно с вами митинг закончили по ажурному бомберу. То есть, представляете, это бомбер, спортивная вещь, в махере, в ажурном. Блин, у меня еще такие варианты понарезали. То есть, мой этот кокер бомбер там тихонечко загнулся в конце, потому что такие вещи показывают там, там кто-то без капюшона, ну, неважно. В общем, короче говоря, бразер, просто говорю, король ажуров в этом случае, настоящих ажуров, которые вот именно идут из дыров. Без проблем. И бразер вообще, ну, бразер, да, машина малопроблемная. Почему я люблю очень сильно бразеры? У меня сильвер стоит только один, и то потому, что подарила ученица для того, чтобы показывать тем, у кого сильвер. Бразер и сильвер очень похожи между собой по функционалу. Конечно, отличия есть, но не криминальные. То есть, где, грубо говоря, у бразера там рычажок, у сильвера кнопочка, или наоборот. и все, поэтому, а вяжу я, в основном, конечно, на бразерах, потому что даже ажур на бразере вяжется легче. Менее капризно. Слушай, но мне вот, да, мне механик, по-моему, сын, не рассказал, ни в коем случае, если я хочешь ажур только руками, никакой каретки погнет все иглы к чертям. Нет, это значит, не просто никогда не вязала ажур на машине. Но, с другой стороны, нафига было бы японцам создавать ажурную каретку, если она погнется иглой. Правильно же? Ну, наверное. Как говорится, если вы не любите кожи, вы не умеете их готовить. Так, давай-ка задам сейчас отсюда вопрос. Какой машины начинать и стоит ли, если очень люблю вязать, а сшивать нет? Вы знаете, невероятно вовремя вопрос. У меня сейчас ученица, которая сшивать и не может. И она у меня уже как только ко мне не подходила. Ну, вот как можно отойти вот от этого, чтобы не сшивать? Она просто на спице вяжется в кубик. Да, я очень люблю вязать без швов. Я, у меня, вообще, на машине я не сделаю сборку. У меня от этого болит спина. Я не закрываю петли и не делаю сборку. Мне прям вообще некомфортно, ужасно. Это вот прям все для меня ужас. Я очень люблю вязать без швов. Вообще, мне кажется, и на машине так можно хоть что-то и схитриться, связать без швов. Вот. И на машине классно вязать поперек. Да, девочки, но поперечное вязание в машине не хватило вопросов. Словно вязание. Вот так чулком. Но, правда, только гладь. Да. Так что, я, правда, услышала несколько вопросов в одном вопросе, что делать, какая машина и так далее. В общем, если вы не любите сшивать, тогда вы просто снимаете с машины, садитесь с иголочкой на диванчик, перед телевизором с хорошим этим и просто вот так. Ну, по-другому никак. Машина, говорю, она вяжет в круг, но только гладь, и это очень сильно ограничивает полет вашей фантазии. Поэтому нельзя. А можно разграничивать, потому что ограничение зачастую нас приводит к чему-то такому, найти что-то совершенно новое, необыкновенное. Мастер на голландке, который есть в интернете, вообще вяжет только поперечное. Просто заразок и все. Так что каждый находит что-то в этом своем. Да, есть. Да, основной вопрос, с какой машины начать? Смотрите, такой интересный вопрос. Машины продаются не в магазине, к которому вы приходите, и вот вам весь размерный ряд. Машины, бразер, во-первых, начать лучше, конечно, с бразером. Это не только потому, что я бразеры люблю нежно и сердечно, я их люблю, потому что я вижу людей, у которых и другие машины. Короче, Сильвер тоже машина клевая, но она более капризная, пряжа в том числе. Поэтому я люблю бразеры. Хотя, говорю Сильверицкий, мне за это наверное сейчас скажут что за фигня. У меня вообще не капризная. Ты второй человек, который мне говорит о том, что Сильвер капризная, а моя не капризная. Вообще. Ну, конечно, то, что для вас не капризное, для других может вырубить. Поэтому, но она... Но, возможно, это не сравнить с чем я на бразере никогда не видела. Поэтому, давайте так, если касается меня, у меня, конечно, есть предпочтение, я советую брать бразеры. И бразер перфокарточный. Какая машина, вот тут, когда вы пойдете с этим вопросом в интернет, в поиски, вы будете выбирать, вы принципиально должны решить, это будет перфокарточная или электронная, а дальше смотреть, что есть на рынке. К сожалению, это не магазин весь размерный ряд. Завод бразер закрылся в Японии в 2000 году. Поэтому все сейчас на рынке это бэушка. И вам нужно выбрать машину, которая по состоянию будет клевая. Но хочу сразу сказать, у меня все бразеры, понятно дело, все они бэушные, и на них можно еще пахать, пахать и пахать. И самое приятное, что на бразере и на сильвере тоже без проблем все запчасти. Вообще без проблем. Более того, в Японии сохранено производство блоков для компьютерного бразера, то есть блоки компьютерные до сих пор выпускают. Машина нет, а блоки выпускаются. Иголки, это очень важная часть в машине, то есть все это продолжает выпускаться. Представляете, то есть машины не пускают, а это выпускают. Вот, поэтому вот этот вопрос решите, то есть сколько у вас есть денег, да, что, а дальше просто идите, смотрите хорошую машину, подбирайте вот хорошую машину. Что ты думаешь, по поводу Пасапа скажи, пожалуйста? Ну вот по поводу Пасапа скажу так, что это единственная машина, которая прям сильно отличается от других. Другие это что у нас? Бразер, Силлер, как я уже говорила, Тойота, еще какие-то слова были? Забыли. Вот, ну то, что вот вокруг меня крутится, да, то, что я вижу у людей, которые учатся со мной. Пасап, это прямо она какая-то отдельная. Если вот эти все машины, они между собой похожи, по функционалу, по принципу вязания, то Пасап он другой. И по Пасапу, я интересовалась этой машиной, на самом деле. То есть, мне казалось, что это вообще какой-то небожитель, что-то жутко интересное, она даже внешний вид не другой. Я стала интересоваться, но я в интернете очень мало нашла информации по ней. Кто учит, мало, запчастей, может быть, я просто не там искала, на самом деле. То есть, я не сильно прям там страдала над тем, чтобы найти. Но если заходишь там, например, Сивер, сразу куча людей, куча мастер-классов, куча запчастей, то на Пасап с этим хуже. Поэтому... Слушай, ну Пасапы, вообще, как бы я смотрю, они берутся для бизнеса. Они такие рабочие лошадки, они работают долго, они работают хорошо, быстро. Бразер то же самое. Бразер то же самое. У Владивостока здесь есть девчонки, которые делают на них бизнес. Ателье у нас есть в Владивостоке, где стоят бразеры. Это прям рабочие не бывают лошадки. Ну поток, на Пасапе прям поток. Прям одно и то же. Одно и то же. А ты не работаешь здесь на этих самых, на Бразерах. Это точно. Поэтому Пасап, я просто не знаю, я могу сказать вот про эти машины, которые видела и с хозяевами, которые разговаривала. Если Пасап такой же, ну да, плёго. Но больше ничего не могу сказать, потому что даже принцип работы их не знаю. Нашла инструкцию к машине, то есть когда думала об этом, продавался Пасап, Пасап прям, ну, было очень интересно, компьютерный там. Нашла инструкцию, не смогла найти на русском, на английском вообще ничего не говорила. То есть если открываю на английском инструкцию, на Бразерах, то всё в картинках, просто вообще там, не надо знать язык. Вот, то Спасапа мне. Поэтому, скажем так, если прям, блин, интересно, то будьте готовы к Спасапам приобрести некоторые варианты трудностей, а именно в запчастях, в информации и так далее. Потому что это просто меньше. Хотите, то есть не очень любите трудности, возьмите Пазерах. Понятно. Так, где, собственно говоря, покупать эту машину? Вот Бразер, они все выпуски. Они все выпуски. Кроме Сильверов, Сильверы, Сильверы, завод по Сильверов Китая работает, Сильверы есть магазин, они продаются, Бразер покупается все с рук. Есть прям перекупщики, которые, вот они заходят на японский, то есть смотрите, можно купить на японском аукционе. Я так там покупала, мне понравилось. Можно купить с рук, которые просто случайно продаются. Случайно. Вот кто-то кому-то надо продать, он вообще не знает, что у него в руках, продает за 10 тысяч классную машину. Я на самом деле, Владимир Суфер, отслеживаю эти объявления, мне очень интересно. Можно, если знать, как ее выбрать. На самом деле, девочки, блин, в двух словах могу объяснить, как оценить машину, которая перед вами. Да, безначально. С рук. Очень может здорово в цене. То есть люди не всегда понимают, какое счастье они продают. Третий вариант. Это у официально работающих перекупщиков, которые покупают на японском аукционе, либо же еще где-то приобретают, доводят их до ума, меняют планки, там иголки, меняют, смазывают, и продают. Это будет гораздо дороже. Но есть вроде как человек, которого можно притянуть и сказать, блин, она не вяжет. Забери обратно. И человек там будет вам, ну, расскажет, как и вообще, что делать. У меня в Владивостоке есть девушка, с которой я очень тесно сотрудничаю, потому что она у меня чуть ли не в соседнем доме живет, и она знает, что если я ее кому-то порекомендовала, а она продала машину плохую, во-первых, моя репутация страдает, я потом приду к ней и возьму и скажу, блин, Алена, делай что хочешь, но чтобы работала машинная у человека. То есть я ее знаю, да, она как раз в Японии возит. Либо же в интернете, вот так. И, а собственно, больше и все. То есть вот три варианта покупки этих машин. конкретно ученых. Ну, на виды, да, ты можешь найти, там фотографии, человек живет далеко. Как понять, что это можно брать? И это не перекус. Вот ты нашел, тебе везет, люди не знают, что они, какое богатство они продают, продают очень недорого. Как понять-то? Может, что-то надо спросить? Какие-то списки вопросов есть? Надо позвонить этому человеку в WhatsApp, по видеосвязи и попросить показать машину. Попросить ее показать таким образом. Первое. Что страдает у машины, что нельзя вылечить? То есть машина, есть пластиковые детали, есть металлические детали. Пластик, блин, меняется. А вот если есть коррозия металла изнутри, вот это проблема. Вот это вот просто запомните самое главное. Поэтому просьба, причем по видеосвязи, покажите мне машину. Он переворачивает каретку и вы смотрите вот сюда. Коррозия видно сразу поверху. Даже я со своим цветом волос знаю, что такое просьба. Поэтому. Итак, коррозию смотрим здесь раз. Второе. Просим показать вот так вот камеру провести над игольницей. Выдвигаются все иглы, смотрятся тоже, во-первых, на предмет наличия игл. А то там, может, где что-то нет. Во-вторых, на саму иголку она не должна быть в ржавчине. Это второе. Третье, опосредованный признак, это цвет пластика. Машина изначально вот такого цвета светленького. Если на ней плохо ухаживают, если она хранится под кроватью, точнее, ну ладно, под кроватью еще полбеды, на свету где-нибудь еще, пластик начинает желтеть. Старость машины в желтый пластик. Пластик – это не показатель того, что машина плохая, но это косвенный признак того, что она хранилась неправильно, а значит, может быть, что-то не то. Поэтому, безмокарточная машина, вам достаточно знать вот этого иголок и попросить, конечно, провязать. Ну вот здесь, ну вот смотрите, вот здесь вяжет или не вяжет, зависит от этой части. Гладь. Тут все вот эти штуки, они двигаются. Если они не двигаются, либо, значит, либо они отвалились, ну это, извините меня, можно посмотреть, симметричность каретки, она одинаковая. Во-вторых, либо они ржавые. Все остальное, если они не двигаются, их просто смазывают маслом, там, как чистят, убирают старую смазку, смазывают маслом, вот вам счастье, машина работает. Машина для безобразия простая, перфокарточная. То есть вы совершенно спокойно это сделаете сами. Просто вот визуально. Потом, перфокарточное устройство. Оно внутри тоже просто, я разбирала. Я все видела. Оно тоже просто внутри. Если там внутри есть пластик какие-то детали, но даже если они сломались, их можно купить за, ну, не за то, что за прям за копейки, но это недорого. То есть смотрите, главное, это на металл. Да, там будет старая планка, которую нужно будет докупить, она стоит 500 рублей. Там еще что-то. Смотрите на состав машины. То есть к машине идут еще. Там всякие грузы, гребенки, декеры, вот это все мелочевка. Просто просите, зная состав чего, а как узнать, что там должно быть. Заходите на сайт, кому надо, тому напишу, что за сайт такой. Там есть инструкция почти ко всем машинам. Заходите в инструкцию. Эта машина на первой странице написана состав машин. По картинке, давай не надо знать. Картинки сравните, где вот эта кубочка с этой пипочкой. Вот и все. Эти пупочки нету, можно докупить. Это недорого стоит. Ну, ценник собьете. Поэтому самое главное, девочки, это металл. Здесь металл на игольнице. Это то, что не лечится. Все остальное вылечить можно. Что касается электронной машины, там, где перфокарточное устройство, которое, в общем-то, ролики, шарики, заменено на компьютер. Там трубоделы, там, конечно, сложно проверить, потому что нужно отвязать различную массу различных вариантов узора. Но здесь просто просите включить розетку, работать или не работать. Вот как-то так. У меня есть ученица, которая грохнула компьютерную машину при перевозке. Она же на нее воткнула вот так в компьютерную часть машины какую-то железную штуку. Ну, ее это не остановило, она просто компьютерную вытащила, купила новую, вставила, и она работает. То есть, видите, взаимосвещаемые части. Не бойтесь. Я говорю, самое главное, это визуально с человеком поговорить, чтобы вопрос о том, что он вообще, есть у него эта машина или нет. Видеосвязь. И я так, кстати, тоже, когда продаю машины, я сразу предлагаю, давайте связь, видео, я вам покажу. Вот только так. Есть риск. Признаюсь, есть риск. Да. Но вот, чтобы ввести к минимуму, говорю, видеосвязь, и чтобы показывал прям машину там. Китайских машин, основных фонтур, их я не встречала. Признаюсь честно, все японские. А вот вторая фонтура, они бывают китайские. И очень вам не связывают с китайскими фонтурами, потому что гремят. Металл другой. Другой металл гремит. И не только. Вот. И, да, у них может быть, что вам там китайскую подсунут. Но, с другой стороны, на всех японских машинах переворачивайте, а там лейбл сзади с порядком номера. С порядком номер, я не знаю, где можно проверить, он и есть, но он обычно есть на японских машинах, на китайских нет. Угу. Интересно. Так, у нас вопрос. А на каком все-таки вы кеттеле остановились? На ДЛ 1000. А, это марка какая? Это, Марка, хороший вопрос. Ну, по-моему, это Сильвер, Сильверский, Кеттель. ДЛ 1000. есть, просто смотрите, их много, основные два варианта, это Хаги, Кеттель и ДЛ. Есть еще там японские, на им как-то называются, не помню. Вот. У вас Кеттель соответствует классу машины? Вот этот Хаги, он, хороший вопрос, да, правильно. Вот этот Хаги, который я взяла, он заявлен как пятый-седьмой класс. То есть, не могу сказать, что есть прям прямая корреляция между этими машинами. Хотя, надо, конечно, просто подойти и померить расстояние между иглами здесь и между иглами там. Ну, я имею в виду у Кеттель посмотреть. Ну, да, он, говорит, был заявлен именно как и на седьмой тоже. Так, у нас вот такой вопрос интересный. Вот есть пряжа на платье, пелен с хлопком. Состав тут, значит, две четыреста метров на сто грамм. Хочу неразряженное плотное струнящееся полотно. Поскольку нити лучше вязать, на какой машине возможно? На той машине, которая есть, потому что свяжек любая. Поэтому тут вот предпочтение машины. А насчет того, лен с хлопком, пряжа непростая, потому что лен не тянется, хлопок бывает суховат. Поэтому мне всегда тяжело отвечать на такие вопросы, потому что очень большое количество пряжей есть в продаже. Один и тот же меринос, тот же гребяной, может быть, блин, два разных мериносов у разных производителей. Как они их там обрабатывают, я не знаю, но пряжи разные, ведут себя по-разному. Поэтому не скажу. И еще. Там был вопрос, на какой плотности, да, по-моему? Нет, на во сколько нитей, не про плотность, а во сколько нитей лучше вязать, номер две четыреста, метров, в ста граммах. Мне кажется, это пробовать надо. Это только пробовать надо? Ну, как минимум в три. Как минимум в три. Потому смотрите, по поводу тоже часто очень вопрос. Ир, я уверена, что вас эти вопросы просто выносят мозг каждый день, сколько брать пряжи и на рукой плотности вязать. Вот. Какими спицами? Какими спицами? Это по-моему. Хорошо. Смотрите, как я к этому вопросу подхожу? У меня есть два критерия, что это пряжа вот так. Это мне должно а, нравится, б, это должно связать машину. Вот если оно мне нравится, эта машина свяжет, но число подобралось плотно. Хотя, есть такое, знаете, правило в среде вязавщиц. Запоминайте, да, ну, если интересно. это вообще относится к мериносам, признаюсь честным, 1200, вот где-то вот так. Когда вы высчитали петельную пробу, количество в одном сантиметре сколько петель и рядов, петель и рядов, вы читаете большее число, короче, из большего вы читаете меньше, например, там 3,2, там 4,5. И вот эта разница должна примерно быть 1,4-1,6. Вот это считается правильно подобранная плотность, когда вот такая петельная проба, которую придумал производитель, когда придумал, петельную пробу. Вообще, да, есть такое понятие в разработке, как равновесная петля. То есть, вот это было. Еще и петельная должна быть равновесной, определенное соотношение ее длины к ширине. Ну, как бы. Да, иначе полотно просто либо будет вытягиваться вниз, либо будет пытаться расправиться в стороны. Но, честно говоря, я не очень люблю себя ограничивать, когда мне нечто-то фантазии, что я хочу связать. Потому что, например, из одной и той же пряжи вы можете связать пиджак, который требует плотную пряжу, плотное полотно, уже даже не пряжа, уже прям полотно плотное. Вы его будете вязать туго. Иногда даже специально, как говорится, задушивают пряжу, то есть пряжа, которая должна раскрыться, показать свою красоту. там, без ночь, чтобы она была плотная, специальная душа, чтобы она была плотная. А из этой же пряжи вы можете связать что-то струящееся, эти кучи. То есть, понимаете, главное... То, о чем мы всегда говорим, всегда эксперименты. Это наше все. Только эксперименты. Причем на больших пробных образах. 100 на 100 я всегда вяжу большие. Вот. Такой вопрос интересный. Где вы покупаете комплектующие? Иглы, декеры, оттяжки всякие? Можете ли кого-то порекомендовать? Могу порекомендовать. Смотрите, есть два варианта. Алиэкспресс, если хотите долго ждать дольше. Я покупаю девушку, которая у меня в соседнем доме живет, которой я сейчас после эфира поеду в очередной раз за планкой. Вот. Она продает по всей России. У нее единственное, что китайские комплектующие. Но что касается декеров, грузов, планов, здесь для вас роли не играть. Вообще не важно. Вообще не важно. У вас только иглы. Желательно, чтобы у них сильно желательно. Потому что металлы разные. Так вот, если хотите, могу дать телефон этой девушке. Она есть на ярмарке мастеров. Там ее зовут Сиана. У нее муж китаец. И поэтому она очень ловко с Китая все это дело возит. И быстро, на самом деле. То есть у нее запас есть всегда. И так мне повезло, говорю, что одна, которая продает машины, живет в этом доме соседнем, а вторая запчасти в этом доме соседнем. Очень удобно. Очень удобно. Так что, если... Цена. Наша цена бразера. Вот, да, все-таки мы поговорили о том, где купить машину, а сколько она должна стоить. Вот цена бывает. Какая она? Минимальная, максимальная? Цена перфокарточного... То есть она нормальная. Да. Перфокарточного бразера однофантурной машины, то есть что вообще начинают, в хорошем состоянии 25 тысяч. 25-27. Вот так. Это у перекупщиков. То есть, ну, в смысле, те, которые продают. Я периодически, говорю, мониторю тот же форпост, и я вижу, за 20 тысяч, но я правда не знаю, что там за машина, то есть они явно будут не готовы, нужно будет там что-то поменять, но это не проблема. Вот. То есть, ну, говорю, в среднем цена 25-27 тысяч. Где-то вот так. А вторая фонтура? Уже 35-45, вот так. Вторая фонтура стоит столько же, тоже где-то примерно 25. Ну, во всяком случае, то девочки, которые вот рядом со мной. 25-30. 30. Вторая фонтура может стоить. Это на пятый класс. Седьмой класс дороже. Седьмой класс? Не знаю, потому что они как-то... Ну, он дороже. Машин мало, вы знаете, в принципе, их мало. Их мало, да. И они, если они дороже, это какая-то большая редкость, не очень понятно, почему дороже, может быть, потому что редкость. Да, особенно вторые фонтуры почти не найти на седьмой класс. Я на третий еле нашла, причем на третий класс вторая фонтура стоила в два раза дороже, чем основная. Вот так на секунду. Да, на третий класс тоже, да, большая редкость вторая фонтура. Именно из-за редкости. Не из-за машины даже, а из-за редкости. Понятно. Так, ещё вопрос. А, нет, не вопрос. Сказалец. Кто не любит сборку, можно собирать изделия в процессе вязания. Кстати, да. Можно сразу. Можно. Но неудобно. Навешиваешь, это вполне себе так удобненько. Ну, когда два боковых, это, наверное, не очень удобно. Конечно. А когда тебе к одной детали вторую надо, а по спинке, например, что делаешь, это удобно. Когда они с двух сторон швы, прямо с круга не замыкается. Для тех людей, которые по-прежнему, у вас вопрос, блин, вот я сейчас куплю кучу денег, и что я потом буду делать с этой машиной? Скажу так, что бразеры, машины, нет, бразеры и машины, но это тоже. Короче говоря, машины японские. Только растут в цене. Поэтому, если вы ее купили, и вам она не понравилась, будьте совершенно спокойны в том, что вы ее продадите как минимум за эти же деньги, но в основном уже дороже. То есть я недавно продала свою вторую фонтуру, просто потому что у меня все вторые фонтуры, у меня вообще четыре машины здесь, три бразеры, один север. И у всех одинаковые фонтуры были. Я вот одну меняла. Я ее покупила в свое время, три года назад. Девочки, за 25 продала за 35. Но я хотела за 25 продать, пока мне Алена, которая играла, Алена, говорю, что стоит? Говорит, блин, блин, а 35 не меньше. Я говорю, как? Оторвались руками. Так что это ваше... Попробуйте ее правильно, да, чтобы бережно, чтобы нигде нет такой нержавчины, чтобы у вас не жертел пластиковый, чтобы потом... Привет вам, Марина. Так, ну-ка, покажите, что там у вас. Я говорю, если вдруг Марина, говорю, будет у вас машину покупать, она вас проверит. И те, кто смотрел сегодняшний эфир, тоже все будут прям правильно-правильно проверять машины по видео. Поэтому да, это действительно не страшно. можно попробовать, если не понравится. Это всегда можно продать, еще и выгоднее продать. Кстати, машина, на самом деле, помогает девчонкам покупать. То есть были обращения, и не из России, когда меня просили помочь оценить машину по видеосвязи. То есть человек там... Причем так интересно было. Человек там приходил к продаже машины, то есть он стоял около машины, и мне показывал. Да. Вот так. Слушай, это... Вообще... Это класс, потому что, да, ну, ты боишься. Ты вообще не знаешь, куда смотреть. Может быть, не просто стесняешься задавать вопросы. Да. А вот это не я, это она спрашивает. Это не я. Да. Это все у меня. Это все у меня Алина. Слушай, классно очень. Поднимите, наклоните. Вообще без проблем. Иногда прям взбрасывают объявления. Спросим, говорит, Марина, вот что скажете? Я прям по объявлению смотрю, говорю, надо спросить следующее. Перешлите там продавцу мое аудио и наговариваю. Покажите мне фотографии. Та-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды. Видео. Та-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды. И вот такой посредник между ними. Конечно, это рискованно, да, для меня. Но я еще как бы еще подопряжала, что девочки, это не нашу прям 100%. Но в любом случае, для них это удобно. Это супер вообще. Это супер помощь. Когда ты покупаешь первую машину, и ты их никогда вообще ни в глаза не видел. Это просто вообще. Это мега-бомба, полезная штука. Мы теперь будем знать, можно к тебе обратиться. Здесь шла заявок. Посмотри на посмотреть машину. А, вопрос у нас еще такой возник. Можно еще раз о том, зачем нужна первая и вторая фантура? Давайте, да. Потому что у нас сегодня такой разговор произошел обо всем понемножку. Понимаю, что это... Смотрите. Есть две фантура. Основная фантура, она это самостоятельная машина. Она вяжет сама, самодостаточная. Она вяжет все, кроме резины. Вторая фантура сама по себе не вяжет. Это дополнительный газ к основной фантуре, которая на нее навешивает и позволяет на двух фантурах связать резинки и переклетение на их основе. То есть различные разборы резинок, плиссе обалденные, косы вяжутся на двух фантурах. Двухфантурный жаккарт. Это когда тут жаккарт, а тут нет протяжек. То есть прям полотно гладкое, обалденная штука. Вот. Вот, что в магазинах продается промышленные вещи. То есть это вот такая вот вещь. Сама по себе вторая фантура не вяжет, только идет как дополнение. Да. Теневые узоры, там что-то вы где-то захотели, когда есть лицевая, присутствует на полотне лицевая и изнаночная, это все только двум фантурах. Это другая история. Это робот-каретка. Теневые узоры, это дополнительно покупается гаджет, который называется еще «перепашка». Это такая вот отдельная каретка, которая подключается к розетке. Вот это вот мечта тех, которые говорят, что я хочу ей сказать, иди свежи, и сам пошел включать. Вот это вот для них. То есть каретка ставится на машину, подключается в розетку, к программе подключается, либо к перфокарте, и она сама ползает там теней тудой-сюдой, тудой-сюдой, закончила по программе вязать, либо обрыв нити, она говорит, на раз останавливаются, то есть можно уйти. Так, подожди. Вот я никогда... Робот-каретка, она вообще-то для браза, по-моему, только существует, насколько я понимаю, да? Да, да. И вот она, собственно говоря, вот эти переносы делает, получается сама. Она в одном ряду вяжет лицевые и изнаночные. Например, на двух фантурах вы можете тоже это связать, но вам придется вручную. Вот, например, в одном ряду у вас идет, например, два через два, два через два, а в следующем ряду три через пять, три через пять. И вам нужен каждый ряд вручную менять иглы, то есть те, которые у вас будут вязать изнанку на одной фантуре, лицо на второй фантуре. Когда вы вяжете резинку, то есть с одним и тем же разбором игол, вам не нужна робот-карета, хотя она тоже вяжет. То есть вы шпарите и шпарите. А вот когда в каждом ряду различный разбор лица и изнанку, вот тут уже робот-карета, которую она будет вязать по рисунку, теневые узлы. Мне нужна такая машина, я понимаю. На самом деле, не очень дорого стоит. Единственное, большой минус, до которого я ее еще себе не купила, два. Первое, она это делает очень медленно, поэтому называется черепашка. Тыр-тыр-тыр-тыр-тыр. Пока я уже... Т-р-тыр-тыр-тыр-тыр. Во-вторых, она это делает достаточно грубо. Она прям... Вот. Но есть любитель. И я еще третий момент, я не любитель теневых узоров. То есть если бы я была любителем, я была бы, конечно, по барабану на скорость, я ее поставила, подключила и пошла своими делами заниматься на задение машины. Без проблем. Вот. Ну, просто, видимо, я не любитель теневых узоров. Все. Пока. Классно. Мне кажется, мы на все вопросы уже ответили. Спасибо большое. Прям вообще кладезь информации. И да, классно, что у тебя можно поучиться. Классно, суперклассно, что можно пообщаться перед этим предварительно, не сразу же заплатя, а потом мы все будем выкомиться. Классно, что ты можешь помочь вот по... к выборе машины. Ты прям... ты, кажется, прям кладезь. Мы нашли... Я прекрасно знаю, как это бывает, когда ты такая, а, а информация нигде нет, а у тебя хотел. А информация бывает есть, но она такая разрозненная. Там одно сказали, здесь другое. Диаметрально противоположные отзывы, и ты думаешь, а, что же мне делать-то? Я на каком-то лагере должна примкнуть. Как же быть? Это прям проблема. Даже вот посмотри по твоей ситуации по каретке, по серверу. Мастер сказал, что не бери и булки. Понимаешь? Ну, вот так. И это есть. И поэтому девчонки обычно выбирают кого-то одного. Если он им подходит, прям так учится, 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 учится. Поэтому, да, такое есть. Классно, спасибо тебе большое. Новый мастер-класс, вы же как... Тебе. Сохраню эфир. Если у вас еще возникнут вопросы, то вы можете после просмотра эфира, да, задавать вопросы. Может быть, у вас какие-то возникнут идеи. Вы можете, в принципе, я думаю, Марине Идеек написать, если вдруг что-то. Дайте поговорить о машине с кем-нибудь. Только послушайте. Сделайте человеку приятное, задайте ей вопросы про машину. Я уже дома никто не слушает, задолбала со своей пианино. А как свежи, так нормально. Все, ладно, спасибо тебе большое. Вчера оставай. Пока-пока. Хорошо, все, спасибо большое, всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok